Насчет такое сочетание главы Мишпотим с главой Шкалим, следующее после этого Паршат Схор, я хочу коснуться того, что мы коснулись уже на прошлом уроке, то, что приводит Раши на слова «Эль Мишпотимшата Симниф Неэм», эти законы, положи перед ними, что Скал Всевышнему Шарбейну мало просто их, чтобы они выучили вещи наизусть, что повторило, надо объяснить и рассказать, чтобы они поняли эти вещи хорошо. Тут, на большом счету, говорится в этом месте о стороне учителя, объясняют Амраше, как должен учитель обучать то или других. И просто, как говорите, есть такой же закон, объяснить его суть, чтобы понимали. То, что человек воспринимает головой и сердцем, ему живет это иначе, не забывается. Это приводит его к действию, к исполнению. Однако, есть тут другая сторона. Есть сторона ученика. И эта сторона зачастую для нас, она более важная. Потому что сегодня мы в основном учимся из книг. Даже человек, который есть истинные учителя... Помню хорошо, когда я в молодости много учился у соучителя, Абхайм Камилов, мне утверждал один мой напарень по учебной, что он считается мой, так сказать, равмуваг, то есть тот раввин, который получил божью часть Тору. Я об этом поговорил с Афпинкусом в свое время. Он сказал, что это неправильно. Он сказал, что очень четко. Больше, честно, что ты знаешь, ты получил от книг, а не от даже учителя, который я очень много от него получил. То есть вопрос, как мы должны учиться, ответ такой, чтобы то, что мы учили, стало нам понятно, как это делается. То есть путь к этому объясняет Абхайм Камиловичу Хаймуцату в своем контуре Дерехэс Хайм, еще начали печатать его Бердисхак. Это то, что я сейчас говорю, что переводится в первой порции, в последний номер. Учеба наша, она работает так. Мы читаем, не понимаем, повторяем, вдумываемся, еще раз считаем, еще раз повторяем, еще раз вдумываемся, несколько раз. Что это дает? Что дает, то пишет Абхайм следующую вещь. В каждом буквах Торы это истинная, и нашей письменной Торы, и нашей устной Торы, заложен свет Торы, который потенциально озаряет наши души, если мы получаем. Пока это просто, начитаем слова, не глубляясь в них, это очень слабый свет. Это как почти потухший уголек. Но если мы повторяем, вдумываемся, еще раз повторяем, еще раз вдумываемся, то этот уголек, который есть, он разгорается. Здесь светить многими светами. Этот уголек, который освещает нашу душу, и в этом свете заключено понимание. Какое понимание? И поэтому надо знать, что самое правильное в изучении Торы это не искать, кто мне это объяснит, я это не понимаю, а потом потрудиться самому. Более того, об этом пишет Раши в начале в Сэхэдбрахот. Там есть такое место, где говорится «Иградыш майтэ свор», буквально вознаграждение за учебу, это понимание. Объясняет Раши так это место. Так что основное вознаграждение на изучение Торы, за то, что учится, он трудится над пониманием, если я правильно помню, Раши пишет там так, «митьягея лавинта амошелдавар». Он трудится, чтобы постичь смысл сказанного. Раши объясняет, что за это полагается ему самое большое вознаграждение за учение Торы. Дело сейчас не в вознаграждении, а в том, чтобы мы знали, какой вид учебы более угоден Всевышнему. Всевышний дает вознаграждение тому, чтобы кто учится лучше. Для нас этот путь трудится, чтобы каждую вещь в том, чем разобраться, разобраться, а не быть то, что называется зачетчиком, который собирает какие-то обрывки знаний. Это путь трудится над пониманием. Я вам скажу еще одну вещь. Может быть, для детей, юношей важно, как первый этап, просто раньше запомнить материал. об этом говорится в гуморе на всех этого дозора, что сначала нужно выучить, а потом углубляться в понимание. однако один из моих друзей, который был близко связан с Ромой Шапера, когда спросил его, и может, я был 16 лет примерно, почему мы не исполняем сказанное в Талмуде. сейчас я немножко перепутал эту историю, секундочку, вспомню точнее. это мой знакомый, который спросил не Ромой Шапера, а Ромой Шапера, который был близок еще в Америке. И почему не учим, как положено по Талмуду, быстро учить, запоминать, а потом просто вдумываться. значит, что ты уже слишком стар для этого, был 16 лет. Это для детей, для младших. Мой другой друг, он был гораздо больше старшего возраста, он спросил тоже, что он вопрос Ромой Шапера. Он сказал, что то, что мы учимся, это тоже является гирсом, то есть это еще не углубление просто изучения. Как я это понимаю? Очень просто. Даже то, что называется гирса, то есть прочтение текста с каким-то минимальным пониманием. Мы сегодня, потому что потрудились разобраться в вещах, почти ничего не понимаем. Поэтому надо вещь оценить. И это самое большое, важное в Торе, это трудно Торе, сочи всех благословений, пишет рашевый человек про главы Баху Койси. Есть вот еще одна особая вещь, которая касается к нам, именно Паршат Шкалим. суть главы Шкалим, которую мы читаем, не на месте, не по порядку чтения Тора, а именно в начале месяца Адара и даже до него. Но приочерк, наверное, в начале месяца Адара, потому что в начале Адара провозглашали о принесении в храм заповедной половины шекера. Для чего давали половину шекера? В чем бы смысл? Основной смысл, это бы, словно, половина шекера давалась, потому что были постоянные и непостоянные общественные жертвоприношения, которые были в храме, были от имени всего народа Израиля поровну. И тут в чем смысл жертвоприношений? Это в силу жертвоприношений был нижший мир, в котором мы живем, он приплялся к высшему миру, этот мир спускал, спускал божественное присутствие Шхина. То есть сгула жертвоприношения это было снихождение Шхины в этот мир. Нам необходимо этого достоиться и сейчас. У нас нет храма, что можем делать? Вот в этом говорится Масага Доброход, что во время изгнания нету всего ничего, кроме четырех локтей изучения Аллахи. Почему на Аллахи объясню в двух словах, когда человек изучает глубоко Тору, чтобы извлечь истину, истину, практическую Аллаху, не подсчитает короткий свод Аллаху. Он утрудился на тем, чтобы изучить Аллаху, которое еще прямо не написано. Это место производства Масага. И тут есть, конечно, огромная важность именно то, что я говорил до этого, трудно Торой разобраться и понять, без этого это невозможно. То есть это трудно Торой, который дает нам свет Торой, светит нашу душу. Это тот самый труд, это причина присутствия шхини в народе Израиля. И по большому счету это присутствие шхини в народе Израиля, это источник того света, который наши души освещаются, когда мы трудимся на Торой. Добавлю здесь еще одну вещь к этому. Сказано, что книги Зоор, что кучу бригу араисовы и сроль ахат, Всевышний Тора и сроль едины. То есть мы приправляемся к Всевышнему последствия на Тора. А чем больше мы трудимся на Торой, тем больше мы достаиваемся присутствия шхини. Все происходит в силу нашего труда, который дает нам свет Торы в нашей души. Тут есть еще одна вещь. Мы сейчас приближаемся к главе Шкалим. Надо знать, что и сегодня необходимо, присутствие шхины в народе Израиля было в силу всего народа Израиля. Есть тут личное, так сказать, удел каждого. Это трудно Торой. Это цинизм еврейской семьи по Торе. Там присутствует шхина. Есть еще одна вещь. Это поддержка Торы, когда человек, который даже сам не может так углубиться, не может так трудиться. По многим причинам для него это сейчас недоступно или мало доступно. Но если у него будет удел в Торе тех, кто трудится глубоко, если будет удел в том, то по-настоящему постигает ее свет и спускает шхин от Израиля, то есть удел в шхине. И тут, как тут у нас нет прямой заповеди, прямой заповеди, давайте именно всем поровну, тут наоборот, тут работает другая система, то, что приводит Рашин в конце главы и в конце главы Ваехи и в конце главы Зота Броха это сотрудничество Исохара и Зволана, когда Исохар трудится за двоих, а Зволан дает ему половину доходов своих. Это истинное понятие Исохара и Зволана, когда Зволан дает половину доходов. То есть тогда он получает истинный удел, цельный удел в Торе Исохар. Но конечно сегодня, когда человек может дать больше или меньше, он тем самым уменьшает свое участие в народе Израиля и жалко терять. Идемте дальше. Это единия народа Израиля, доведящее к Шхине когда весь народ объединяется для служения в храме, весь народ объединяется в Торе, в учебе, в поддержке ее. Это то, против чего достает Амалек. Амалек пришел в Рафидим. Есть у Рафидим несколько значений. Ни одно ослабление руки в Торе. Если еврей может поддержать Авреха, который учится, но у него не хватает заработка, поэтому его голова идет кругом. Как прокормиться? если кто-то может поддержать, но не поддерживает, то это ослабление рук Торе это его вина. Его вина. Еще одна вещь. Совершенно необходимо для присутствия Шхины отсутствие это была причина разрешения второго храма. то, что нам необходимо исправить сегодня, это идея народа Израиля. Род Израиля объединяется вокруг Торы. Это единение Сохора и Соха Сулуны и вообще единение всех колен. Всех колен. Всех колен. То есть и трудно Торы и прекращение раздоров. Наоборот, единение нашего народа это исправление греха, который делается, чтобы стереть влияние Малека сегодня. И дай Бог нам удостоится продолжить это и на Пурим. В Пурим есть продолжение этого. Опять же Пурим это большой святой день, когда мы заново припринимаем на себя Тору. Это день мира в нашем народе, когда мы заботимся о том, чтобы тем, кого они нету, помогать им. И день, когда мы углубляем и улучшаем связи между людьми при принесении подарков, даров не бедным, а отношений, которые были приняты на Пурим. шлахмонес. И, конечно, основа всего это чтение Мегилы, постичь великое правление Всевышнего, которое властвует над всем. То, что мы думали бедой обращается в добро, их удовшем, Пурим в это время укрепить себя в их удовшем. Очень важная вещь. И принятием Торы в Пурим, когда мы заново обретаем Тору, заново укрепляемся в вере, заново укрепляем единство в нашем народе, это величайшее исправление. Еще одна вещь, есть скоро Песох тоже. Мы все знаем эти слова в Вагаде Вегиш Омдол Абатай Нуваламу. И она это Веги это буквально и она постояла нам, нашим отцам и нам. Что такое Веги? Я еще не буду говорить о буквальном смысле этого места, откройте Вагадот, почитайте. Есть об этом замечательное объяснение Агро Пинского Гаона. Веги это буквы Вав, Гей, Юд и Алиф. Алиф начнем с конца это единство Творца, это наша вера в единство Творца. Юд соответствует десяти речениям. Гей это пять пятикнижей Торы. Вав это шесть здарым, так то, шесть разделов Мишны и Гмары. Когда наш народ Израиля прикрепляется друг к другу, прикрепляется к этим вещам, Веги, единство Творца, десять речений, пять Торы. И устная Тора, которая делится на шесть разделов, это то, что нас защищает от всех бед, всех врагов. Дай Бог нам устоит скорость. Будьте здоровы. Субтитры 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 Субтитры